Сначала я купила в строительном магазине контейнер, в котором делала ванночки с морской водой для руки. Потом я купила в строительном магазине черенок для лопаты. С ним я делала упражнения и я показывала вам это в своем прошлом видео. И наконец настала очередь купить в строительном магазине перчатки. И сегодня мы будем делать массаж руки с помощью строительной перчатки. Здравствуйте! Для тех, кто впервые на моем канале, меня зовут Бая, мне 57 лет. Я консультирую людей по вопросам коррекции питания, снижения веса и оздоровления. Но в этом видео я выступаю как жертва перелома руки в лучезапястном суставе. И вот уже несколько недель я веду реалити-шоу по восстановлению руки после перелома. И это видео как раз и является одним из роликов этого цикла, посвященного восстановлению руки после перелома в лучезапястном суставе. Напоминаю, что в мае этого года я сломала правую руку в области запястья, перелом со смещением. 23 июня мне сняли гипс, и вот уже второй месяц я показываю, что я делаю со своей рукой, чтобы восстановить ее после перелома. Как и многие другие жертвы переломов, я испытываю сейчас очень некомфортное состояние в том плане, что рука после снятия гипса была практически, не побоюсь этого слова, парализована. Анемевшая часть запястья и предплечье, плохо гнущиеся пальцы. Но вот проходит неделя за неделей, и благодаря тем упражнениям, которые я показываю вам в этом плейлисте «Реабилитация после перелома», моя рука потихонечку оживает. Меня, конечно, это очень радует. Я надеюсь, что мои упражнения будут полезны всем, кто, так же, как я, оказался жертвой перелома. Поэтому советую вам подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы получать оповещение о каждом новом видео, которое выходит на моем канале. Итак, сегодня упражнения, посвященные массажу руки с помощью строительной перчатки. Перчатка самая обыкновенная с пупырышками. Именно благодаря пупырышкам удается довольно хорошо промассировать руку до такой степени, чтобы она стала теплой, почти горячей. Я делаю массаж каждое утро. То есть, когда я просыпаюсь, это первое, что я делаю – массаж руки. Потому что, если я не сделаю этот массаж, то мне очень трудно включиться в мою повседневную жизнь. Очень трудно сварить кофе, трудно почистить зубы и так далее, и так далее. Итак, первое движение, которое я делаю – это просто разгоняющая лимфа. То есть, отгон лимфы, как мы уже говорили в одном из прошлых видео, от кончиков пальцев к лимфоузлам. В области локтевого сустава и в области плеча, ближе к ключицам. То есть, делаем… Я сейчас в рубашке, и это не очень удобно, но когда я делаю утром, я нахожусь без рубашки, поэтому это упражнение очень легко дается. Таким образом, делаю несколько отгоняющих движений и далее начинаю массировать по отдельности каждый палец. От кончика к основанию ладони с разных сторон я массирую палец, довольно сильно сжимая мышцы, чтобы массаж был чувствительным. Движение именно от кончика пальца к основанию. Каждый палец по отдельности. Я сейчас не буду долго останавливаться на этом движении, но думаю, что вы поняли, что я делаю. Далее я начинаю делать точно такое же движение уже со всей ладонью. Делаю это следующим образом. Затрагиваю ладонь, запястье, предплечье и дальше к локтевому сгибу и выше к плечу. Сильно нажимаю на ткани, таким образом, чтобы не только лимфа, но и кровь усиливала свое обращение и мышцы руки разогревались. Разогрев таким образом всю руку, я начинаю проминание вот этой части ладони и чуть ниже на запястье. Потому что сама ладонь, она такая, как бы я сказала, немножко как будто бы резиновая. То есть хочется придать ей больший тонус. Она даже в размерах визуально меньше, чем здоровая ладонь. Поэтому мое большое желание придать ей ее форму, в которую она имела до перелома. Поэтому я активно массирую ладонь вот такими проминающими движениями. Кроме того, что я проминаю ладонь, я еще и стараюсь захватить кусочек мышцы и оттягивать ее от ладони, как бы отрывая от костей. То же самое я делаю в области запястья. Я проминаю эту область и захватываю мышцу и как бы стараюсь оторвать ее от костей. По окружности всей кисти. То есть со всех сторон я делаю это движение. Точно такое же движение я продолжаю делать по всей руке. От запястья к локтю я захватываю мышцу и пытаюсь оторвать ее от руки. Поделывав несколько раз вот такие движения до разогрева, до покраснений, я снова делаю отгоняющие движения лимфы. Когда рука уже достаточно разогрета, я делаю скрутки. Вот такие скручивающие движения. Конечно же, прежде всего в области запястья. Далее перехожу ниже, 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 спускаюсь к локтю. И снова от запястья спускаюсь ниже. Вот так делаю несколько раз. При этом я себя особенно не жалею. Я действительно делаю довольно сильную скрутку, весьма ощутимую, которая затрагивает не только кожу, но и мышцы, находящиеся под кожей. Это очень важно, восстановить подвижность вот в этом суставе. Поэтому я не жалею сил для того, чтобы привести свои мышцы в более подвижное состояние. И заканчиваю массаж руки. Я сначала похлопывающим движением вдоль всей руки до плеча, а затем таким поглаживающим движением, примерно так же, как я и начинала. На этом я заканчиваю свой массаж. И в моем следующем видео я расскажу вам о том, как я лечу свою травмированную руку с помощью пчел. Надолго не прощаюсь. Скоро увидимся. Ваше Байче. Спасибо.